Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы с героем, который отдал свою жизнь при выполнении служебного долга. Это 30-летний старший сержант. На церемонию прощания побывала наша съемочная группа. В Самаре простились со старшим сержантом Вооруженных сил России. 31-летний Артем Уманец, командир разведывательного отделения, погиб при выполнении боевой задачи во время проведения спецоперации на Украине. Проститься с героем пришли родные, близкие, друзья и сослуживцы. Мы провожаем его в последний путь как героя, как человека, который мужественно и до конца, до последнего вздоха выполнил задачу. Выполнил задачу, которую ему поставило высокое командование, верховный главнокомандующий. Он не отступил, не сдался и не струсил. Он пал смертью храброго. Он всю жизнь посвятил защите родины, но, к сожалению, случаются ситуации, когда мы теряем настоящего защитника отечества, родного, близкого для родственников, человека. Артем Уманец неоднократно вставал на защиту своей родины, выполнял боевые задачи в операциях по оказанию помощи другим государствам на территории Сирийской Арабской Республики. Участвовал в операции по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков заявил, что имя погибшего будет внесено в список героев района. Сегодня мы теряем самых лучших людей, которые также выполняют долг перед Родиной. Артем Сергеевич будет навечно внесен в список героев Кировского района. Я надеюсь, что в вашей памяти он останется вечно. Артем Уманец был похоронен на кладбище Курумыч. У погибшего остались родители, брат, жена и дочь. В Кировском районе Самары простились с ефрейтором Григорием Ларином. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Ему было 33 года. О том, каким был разведчик, нашей съемочной группе рассказали его сослуживцы. Родные, близкие, друзья, сослуживцы и множество знакомых людей. Все они пришли проститься с ефрейтором, разведчиком взвода глубинной разведки войсковой части 9600 Григорием Ларином. Он погиб, выполняя боевые задачи в ходе специальной операции на Украине. Думаю, что именами таких, как Григорий, будут названы и улицы, и школы, парки, скверы. Имена будут высечены в граните в тех памятниках, которые будут им установлены. Вечная память нашим героям. Григорий Ларин проходил военную службу по контракту в поселке Рощинский. Сослуживцы отзываются о нем, как о верном товарище, надежном, справедливом и мужественном человеке. К сожалению, так сложилось, наверное, что Господь забирает всех самых лучших, самых доблестных. Он был настоящим мужчиной. Но никогда не давал слабых в обиду, всегда пытался помочь своим товарищам. Указом президента Российской Федерации Григорий Ларин представлен государственной награде «Орден мужества». Ему было 33 года. У него остались мама, два брата и сестра, а также восьмилетний сын. Погибшего похоронили на Южном кладбище. Более ста человек приняли участие в уборке мемориальных захоронений на городском кладбище Самары. Волонтеры, представители администрации районов и общественных организаций города приводили в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны. Убирали мусор, ухаживали за деревьями и красили ограды. Благоустраивали территорию в рамках федерального проекта «Историческая память». Михаил Ермоленко тоже принял участие в акции и расскажет подробнее. Ежегодно в преддверии майских праздников на городском кладбище Самары приводят в порядок мемориальные захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. «Это то немногое, чем мы можем им отплатить», — говорит волонтер Дарья Пескеева. «Сохранять историческую память — важная задача потомков», — уверена девушка. Общественной работой Дарья начала заниматься, поступив в колледж. И вот уже на протяжении полутора лет помогает людям. «Волонтеры должны оказывать поддержку и показывать своим примерам, что нужно сохранять историческую память. Потому что это самое главное и всегда было во все годы. Так как я училась в школе, у меня не было никаких подобных мероприятий и организаций, которые этим занимались. Придя в колледж, я узнала о подобных акциях, о волонтерстве. Мне это очень понравилось, потому что мне нравится помогать людям». В этом году в акции приняли участие порядка ста человек. Начали с малого — убрали мусор, листву и сухие ветки. Затем приступили к покраске оград и уходу за мемориалами. На городском кладбище Самары более 50 захоронений. Каждому уделяют отдельное внимание. Ежегодно убирать территорию кладбища выходят волонтеры и общественные организации. Им помогают депутаты городской дома и сотрудники администрации районов. Выделяют необходимый инвентарь и сами принимают участие во всех работах. «Это память победы и память о тех ветеранах, которые положили жизнь. Многие уже здесь после войны известные люди. И герой Советского Союза кладбища является мемориальным. Здесь очень много знакомых полководцев, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, здесь захоронены». Традиционная акция по уборке мемориальных захоронений началась в 2017 году, как одно из направлений федерального проекта «Историческая память», который инициировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Могилы и мемориалы ветеранов Великой Отечественной войны приводят в порядок на территории всего региона. Не только в преддверии 9 мая, но и в течение года. Организаторы отмечают, что история акции началась с поисков захоронений, восстановлений и установки памятников со знаменитым символом «Звездой Красной Армии». Все, что нужно сейчас – поддерживать их в надлежащем состоянии. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Заботу и уважение ветеранам ученики 34-й школы Самары провели уборку во дворе участника Великой Отечественной войны Геннадия Алексеевича Сачкова. Как еще ребята помогают ветеранам в нашем материале. Патриотизм со школьной скамьей в областной столице продолжается месячник по благоустройству, к которому присоединились и учащиеся Самарской школы номер 34. Навести порядок решили возле дома ветерана, жителя поселка Зубчининовка. Мы пришли к Геннадию Алексею Сачкову. Он выпускник Словецкой школы ЮНК СССР. Помогаем его как можем. Вот от школы нашей мы пришли убираться. Также ему недавно исполнилось 25 лет. У него был юбилей. Мы приходили поздравлять его с днем рождения. Учащиеся во главе с преподавателями образовательного учреждения облагородили территорию перед домом. Убрали мусор, листву и ветки и навели чистоту. Подобные акции – одна из составляющих воспитания молодежи, уверены учителя. Как раз таки, что я являюсь выпускницей этой школы, в школе заведены эти традиции. То есть на самых малых лет, когда мы только приходим в первый класс, организованы мероприятия по патриотическому воспитанию. То есть это и классные часы, это проводятся встречи с ветеранами, с «Дети войны». Мы приходим, приглашаем. Школьники, общаясь с ветеранами, раскрываются как личности, социализируются, не стесняются помогать и задавать вопросы. Как признаются, сами вкладывают душу в свое дело. Нужно помнить подвиг тех героев, которые воевали за нас во времена Великой Отечественной войны. И для нас, ну я бы не сказал, что это какая-то сложность вообще в чем-либо. Мы пришли, потратили только 30 минут, пускай все вместе собрались, и помогли человеку, который воевал за нас. Сделать город чище и комфортнее, внести свой вклад могут все жители. 23 апреля во всех районах Самары состоится общегородской субботник. Инвентарь предоставят управляющие компании и ТСЖ. Юлия Василькина, Василий Колдашов. События. Впервые с начала пандемии «Бессмертный полк» в Самаре состоится очно. Шествие пройдет по площади Куйбышева. Принять участие в акции, которая будет организована уже в 11-й раз, может любой желающий. Какие задумки уже есть у организаторов, где распечатать фотографии? Ответы знает Ольга Волкова. «Бессмертный полк» в Самаре будет очный. В 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне шествие пройдет через площадь Куйбышева до улицы Маяковского. Начало формирования колонны в 8 утра. Начало движения в 11.00. Участники смогут пройти через три КПП. Переулок Высоцкого со стороны улицы Галактионовской, улица Некрасовская со стороны улицы Галактионовской и Фрунзе и улица Ленинградская. На КПП будет организован строгий досмотр для безопасности граждан. Формирование колонны будет по улице Молодогвардейской на углу улицы Некрасовской. Принять участие в шествии смогут все. При себе необходимо иметь транспарант с фотографией героя. В городских округах Самары и Тольятти организованы специальные пункты. Гражданин может принести фотографию на бумаге любого качества, ее оцифровывают и изготовят фото на бумаге формата А4. В Самаре это можно сделать с администрацией внутригородских районов, в двух библиотеках – Центральной городской детской библиотеки и Центральной городской библиотеки имени Крупской. Впервые, это особенность 2022 года, фотографии можно изготовить в МФЦ. В Самарском союзе молодежи вместе с региональным отделением Бессмертного полка запустили два конкурса. Первый – это онлайн-викторина «Моя победа». И второй – это конкурс творческих работ, где каждый желающий может принять участие и называется «На защите мира». В Самаре с 1 по 9 мая на площади Куйбышева задействуют свыше 500 волонтеров. В Самарской области задействовано более 3000 волонтеров. И в принципе каждый из вас, кто бы хотел, может быть, даже сейчас присоединиться к этой команде, это сделать может. Делать это все довольно просто. Это регистрироваться нужно на сайте волонтеропобеда.рф. И уже наши координаторы с вами свяжутся. Шествие Бессмертного полка пройдет во всех муниципальных образованиях Самарской области. Параллельно организаторы прорабатывают вопрос организации полка онлайн. Ольга Волкова, Григорий Плешаков. События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 175 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе – 380 653 человека. Снижение заболеваемости коронавируса медики связывают с вакцинацией. Тем, у кого с момента первой процедуры прошло более полугода, рекомендуют привиться повторно. Для удобства сельских жителей по области курсируют передвижные ФАПы. Какие еще процедуры в них можно пройти – в нашем сюжете. Хоть и без оваций, но с большой радостью встречают жители Волжского района мобильный ФАП. Многие вакцинировались более полугода назад и сейчас хотят пройти повторную процедуру. Но не все могут поехать в районный центр. Да и времени на это требуется немало. А здесь все необходимые медицинские услуги с доставкой на дом. Житель поселка Культура Галина Воробьева рассказывает, уже успела сделать в мобильном передвижном пункте кардиограмму сердца, сдать кровь на целый спектр анализов, а сейчас собирается пройти реакцинацию. Нам сообщили из администрации поселка Дубовый у Мед о том, что будет сегодня вот такая вот радостная встреча с медработниками. И мы с удовольствием пришли, проверили, попробовали и нам очень понравилось. Мы с другими жителями, которые уже прошли различные вот здесь процедуры, честно говоря, не ожидали такого. Нам очень понравилось. Ирина Никулина тоже сторонница мобильных пунктов. Говорит, ценное приобретение, особенно в условиях пандемии. Современное оснащение ФАПов позволяет медикам не только делать прививки, но и проводить диспансеризацию населения. Ну, если сравнить с поликлиникой, ну, во-первых, в поликлинике очень много народа, очередь. И там есть возможность близкого контакта и заразиться. А здесь, вот видите, мы все на улице находимся, зашли туда, там уже никого нет. После меня произвели там обработку. И следующий пациент, кто заходит, он заходит уже практически в стерильное помещение. Работа мобильных ФАПов организована в целях повышения доступности профилактических лечебно-диагностических мероприятий в регионе. Бригады специалистов выезжают в села с населением менее ста человек. Жители могут пройти диспансеризацию или сделать прививку от коронавируса недалеко от дома. ФАПы появились благодаря национальному проекту здравоохранения, приказу президента о улучшении качества обслуживания и охвата населения медицинской помощью. В ФАПах жители могут пройти такие медицинские процедуры, как ЭКГ, сатурация, измерение артериального и внутриглазного давления, а также работает неотложный кабинет медицинской помощи. Вакцинацию от COVID-19 уже прошли более 1 миллиона 719 тысяч жителей Самарской области. Повторную процедуру более 415 тысяч человек. Виктория Шарая, События. В столице региона подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области-2022». В этом году он прошел уже в 32-й раз. Победители и лауреатов выбирали в нескольких номинациях, среди которых духовно-нравственное воспитание и верность профессии. В церемонии награждения, которая состоялась на сцене Самарской филармонии, принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Тему продолжит Ольга Павлова. Лауреаты, победители и просто учителя. Долг которых – вырастить достойное поколение нашей страны. На сцене Самарской филармонии лучшие из лучших. За преданность профессии им вручают заслуженные награды в разных номинациях. В этом году в областном этапе конкурса принял участие 21 учитель из 13 образовательных округов региона, 7 педагогов из сельских школ и 14 из городских. В числе конкурсантов более половины – молодые учителя до 30 лет. Конкурс «Учитель года» по праву можно назвать «Конкурс бесконечных возможностей», потому что он дает возможность раскрыться бесконечным учительским талантом, узнать много новых педагогических идей, ознакомиться с очень умными и интересными людьми. Я желаю конкурсу процветания, а конкурсантам я желаю помнить, что любой финиш, даже самый счастливый, это лишь предвестник очередного старта. Из общего числа участников члены жюри выбрали пять финалистов. Среди них учитель физкультуры Андрей Аверин, педагог русского языка и литературы Санья Айтасова, учителя начальных классов Алена Баранова и Валентина Конева, а также учитель математики Лариса Анаприенко. Финалисты проводили мастер-классы и принимали участие в круглом столе с министром образования и науки Самарской области Виктором Акопьяном, обсуждали проблемы современного образования и рассматривали инновационные методы их решения. Пятерку лучших педагогов со сцены Самарской филармонии поздравил губернатор региона Дмитрий Азаров. Каждый такой конкурс открывает новые имена удивительных, замечательных людей, которые не только приносят нам победы на всероссийском конкурсе, они делают гораздо больше, они создают будущее нашей страны, они являются маяками, ориентирами для всего профессионального сообщества. Сегодня победители конкурса, я уверен, станут настоящим примером для всего сообщества, станут достойными продолжателями дел своих наставников, своих учителей. И, конечно же, сделают все, как все мы, для того, чтобы у нашей страны было светлое будущее. Последние минуты перед оглашением победителя, заветный конверт, внутри которого имя лидера, доверен главе региона Дмитрию Азарову. Ну что ж, я от всей души поздравляю победителю, Айтасову Санью Ибрагимову. Учителем года стала педагог русского языка и литературы одной из самых современных школ региона образовательного центра «Южный город». В 2008 году Санья Айтасова окончила Самарский педагогический университет, затем успешно защитила диссертацию и стала кандидатом филологических наук. Шесть лет назад решила передавать свои знания детям, выбрав путь учителя. Победа в конкурсе «Учитель года Самарской области-2022» позволит Санье Ибрагимовне защищать честь региона на федеральном уровне. На меня возложена очень ответственная миссия. И я это осознавала с первого этапа. А сейчас понимаю, что необходимо это оправдать и показать на следующем этапе то, ради чего я пришла на этот конкурс. Лауреатам и победителям вручили дипломы, цветы и денежные премии. Но абсолютному лидеру «Учителю года-2022» достался новенький автомобиль. Традиционный приз для лидера педагогических состязаний в губернии. Ключи от машины Санье Айтасовой вручил губернатор региона Дмитрий Азаров. Ольга Павлова, Константин Головин, События. Лечение искусством для детей, приехавших в Самару из Донбасса, показали два благотворительных спектакля. Подарок ребятам сделал молодежный театр «Мастерская», что увидели юные зрители в нашем сюжете. Артист Павел Толочко в спектакле «Молодая гвардия» по мотивам одноименного романа Александра Фадеева играет не первый год. Но только в этом театральном сезоне до конца осознал, через какие испытания пришлось пройти комсомольцам во время Великой Отечественной войны. Мы обычно как-то подпитывались тем, что уже прошло, какой-то исторической хроникой и книгами, то есть тем, что, грубо говоря, далеко было от нас. А сейчас это происходит буквально за дверью, и это, конечно, сильно подпитывает тому, что это очень тяжело понимать, что в любой момент ты просто не знаешь, что может произойти дальше. Молодежный театр «Мастерская» предложил на суд зрителей два спектакля в формате благодворительной акции в поддержку детей Донбасса. По мнению худрука Ирины Сидоренко, «Молодая гвардия» актуальна как никогда. Второй спектакль «Саня Ваня с ними Римус» – это история про веру в светлое будущее и оптимизм советских людей. Эти люди, они никогда не были покоренными, и как и весь наш русский народ. Сегодняшний спектакль будет особенным, еще раз повторюсь, потому что очень многое, что будет сегодня произноситься, будет звучать по-другому в связи с теми предлагаемыми обстоятельствами, которые преподнесла нам жизнь. Серия благотворительных спектаклей в Доме культуры железнодорожников про войну и устройство мира после нее была организована Российским детским фондом. По мнению его представителя в 63-м регионе Ольги Балахонцевой, умение сопереживать героям литературных произведений необходимо транслировать в реальную жизнь. Все денежные сборы после спектаклей пойдут на помощь детям Донбасса. Дети всегда вне политики, дети – это наше будущее, и поэтому, конечно, важно, чтобы дети, несмотря ни на что, и вопреки всему, взращивались в любви и были чуточку счастливее, потому что вера, надежда и любовь, о чем спектакли, три, наверное, основных составляющих, нравственных, на которых зиждется все наше человечество. Самарский зритель, пришедший на спектакль, внес свою посильную лепту в поддержку детей Донбасса в рамках благотворительной акции. Мне очень жаль детей, которые уже 8 лет живут при бомбежках, они не имеют детства, и этот самый молодой в Самаре театр решил поддержать детей, выразить благодарность театру и департаменту культуры, которые поддержали эту акцию. Средства благотворителей поделят на две части. Одна уйдет на территорию Донбасса, другая останется в Самарской области вынужденным переселенцем. Михаил Ермоленко, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Назначены арбитры на матче 26-го тура Чемпионата России по футболу. Также стали известны даты, в которой пройдут матчи бронзовой серии и баскетбольной суперлиги с участием Самары. А Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Штутгарте. Обо всем подробнее в нашей спортивной рубрике. Назначены арбитры на матче 26-го тура Чемпионата России по футболу. Игру между Химками и Крыльями Советов, которая состоится в воскресенье 24 апреля, будет обслуживать столичная бригада арбитров. Главным судьей назначен Алексей Матюнин. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. При судействе Алексея самарцы провели 12 матчей в чемпионате и первенстве страны. Лишь трижды Крылья победили, трижды сыграли в ничью и шесть раз уступили своим соперникам. Официально утверждены даты матча серии за третье место в баскетбольной суперлиге между Самарой и Темп Сумзу ГУМК. Серия, как и на других стадиях плей-офф, пройдет до трех побед одной из команд. Первые два матча состоятся в Ривде 28 и 30 апреля. Третьего и, если понадобится, 5 мая команды сыграют в Самаре. В случае необходимости пятого матча он снова состоится в Ривде 8 мая. Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Штутгарте. 26-я ракетка Мира потерпела поражение от Онс Жабер из Туниса со счетом 3-6-3-6. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. За два сета Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала все три заработанных брейкпоинта. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Сквер памяти борцов революции и Сад Баланса вошли в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству. В перечне которой утвердил Минстрой 120 проектов формирования комфортной городской среды из 110 муниципальных образований 60 субъектов страны. Самарский сквер памяти борцов революции с прилегающей территорией Сад Баланса среди лучших в номинации благоустройства площади улицы Бульвара, сквера, набережной или иной территории общего пользования, как зона пешеходного транзита, общения людей, развлечения и оказания услуг. Об этом пишет руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова. Самарские фонтаны готовят к тестовому пуску. Специалисты проводят комплекс ремонтных работ, чтобы в новом сезоне фонтаны функционировали бесперебойно. Всего их 48. В день общегородского субботника 23 апреля проведут пробные пуски. В этом году планируют обновить фонтан возле бассейна ЦСКА ВВС. Приведут в порядок стяжку дна чаши, выполнят обработку арматурных стержней антикоррозийным составом, устроят гидроизоляцию, восстановят облицовку гранитными плитами стен фонтана и покрытие мозаикой дна и стен, сообщает телеграм-канал Вести с Дворянской. В Самаре скорректировали расписание городского маршрута номер 50. Учтены пожелания жителей Красноглинского района. Перевозчик с понедельника 25 апреля запускает автобусы в рейс с корректировками на 10 минут раньше от ЖД вокзала в 5.50, в 6, в 6.16, в 6.32, в 6.48, в 7.00, в 7.12, в 7.24, в 7.36, в 7.48 и в 8.00. Вопросы можно задавать по телефону 207-70-11, сообщает телеграм-канал Департамента транспорта Самары. Телеграм-канал Кировского района пишет, что в парке 50-летия октября состоялся районный этап городской легкоатлетической эстафеты, посвященной победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Участие приняли 30 общеобразовательных учреждений Кировского района. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok